Здравствуйте! На библейском портале Экзегет разберем с вами следующий поступивший вопрос «Как не отвлекаться во время молитвы?» Действительно много есть разных советов, но попробуем вернуться к тексту Евангелия, к тексту Новозаветному и начнем с того, что мы правда воины Христовы. И как апостол Павел говорит, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебедцем. Поэтому мы, когда идем и стремимся к Творцу и Саждателю нашему, чтобы с ним, возродившись, соединиться и пребывать в жизни вечной, лукавый наш враг постоянно нам будет препятствовать. Именно поэтому есть некоторые символические действия, что щит веры нам, что вера в Бога прежде всего, что если у нас уже есть щит, то нам не страшны нападки дьявольские. Если мы верим в Бога, то мы верим, что Он примет нашу молитву и ее точно так же будет любить, если мы будем молиться и не сдаваться, даже если мы отвлекаемся. Потому что лукавый говорит, вот, ты отвлекаешься, сдавайся. Сдавайся, Богу уже такая молитва неугодна, поэтому можно лучше и не молиться. Но у нас мы же верим Богу, мы Ему доверяем, и у нас вот этим мы щитом веры, которую апостол призывает нас взять, прикрываемся и верим. Нет, Господи, пусть моя молитва никудышная, я все равно с тобой общаюсь. Кроме того, апостол Павел еще нас обнадеживает, обнадеживает, что на самом деле мы своей молитвой не в силах себе помочь, если бы Дух Святой сам не беседовал с нами, когда мы пытаемся обратиться к Нему. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями и неизреченными. Но что же делать, если все-таки мы чувствуем, что и от молитв мы отвлекаемся, и дел Духа как-то не совершаем. Но для этого все-таки Господь и говорит, сложно молиться, отвлекайтесь, соберитесь, соберитесь вместе на молитву в храм, где двое-трое соберутся во имя Моя, там и я посреди них, сказал Господь. Поэтому мы идем в то место, где собираются люди во имя Божие, идем в то место, где Дух Святой дарует нам таинство церковное, потому что кто за нас будет ходатайствовать? Дух Святой. Мы можем собраться на молитву, конечно, и в домашних каких-то условиях, но раз именно мы надеемся на ходатайство Духа Святаго, то нам, конечно, раз мы христиане, и мы не сдаемся и стараемся все равно общаться с Богом, очень важно идти туда, где Дух Святой действует и молится за нас. И поэтому недаром хор на службе, он исполняет, можно сказать, символическую роль всего народа, когда подтверждает молитву священника «Аминь». И люди вместе с хором про себя повторяют «Аминь». Может, они не услышали молитву, может, они не расслышали, может, они не поняли, но они верят. Вот священник молится. А может, и священник неграмотный и тоже не понимает толком, на чем молится. Что-то понимает, а что-то нет. И тоже такое бывает. Но Господь видит свободный выбор нашего сердца и уже Духом Святым эту молитву нашу все равно принимает. Конечно, хорошо молиться, не отвлекаясь, но если не получается, сдаваться не надо.